Это история о том, как после множества крупных авиакатастроф в Америке, оставшиеся в живых и члены их семей, объединились и навсегда изменили привычную схему развития последствий после авиакатастрофы. Последствия Нью-Йорк, 2001 год. 19 ноября в Америке официальный нерабочий день, но в аэропорту Джона Кеннеди царило обычное оживление. Десятки самолетов готовились к отлету, 250 пассажиров, направлявшихся в Доминиканскую республику, начали посадку на рейс 587 американских авиалиний. Было чуть больше восьми часов утра. Самолеты, следующие к Карибским островам, взлетали в южном направлении и держали курс над Ямайским заливом и тихими окрестностями Бель-Харбор. В то время я жила на пересечении улиц 125 и Нью-Порт в Бель-Харборе. Это в 20 минутах езды от аэропорта Кеннеди. И над нами как раз проходил один из воздушных коридоров. Любительская съемка Через час после начала посадки рейсу 587 было дано разрешение на отправку, и аэробус американских авиалиний начал готовиться ко взлету. Один из сотрудников аэропорта случайно снял на видео последние минуты самолета в аэропорту. Здесь замечательные жители, обычные люди, много учителей, пожарных, полицейских, представителей других профессий. Это подходящее место для жизни и создания семьи. Влияние службы 911 здесь огромное. Я потерял сына, ему было 23 года. В этом квартале погибло 4 человека. В этой трагедии погибло 73 пожарных из службы спасения. Думаю, это было самое худшее, что мне когда-либо доводилось видеть. Это было падение самолета. В первые минуты после взлета рейс 587 спокойно начал набирать высоту над Ямайским заливом. Рейс 587. Сообщите о повороте влево. Борт 587 слушает. Я встала рано, около 8 утра, и решила сварить себе яйца. Окно кухни у нас выходит на задний двор. Я всегда стою около него, когда готовлю. Моя дочь бежала ко мне в комнату и разбудила меня, волнуюсь, что мы опоздаем. Мой муж все еще спал, точнее, дремал. И я сказала ему не вставать, так как могу сама отвезти ее к педиатру и на баскетбольную тренировку. Через полторы минуты полета самолет попал в мощную волну турбулентности, возникшую из-за самолета, взлетевшего прямо перед ним. Через секунду у него отвалился вертикальный стабилизатор, и аэробус стремительно понесся вниз к Бель-Харбору. Затем он начал разваливаться на части. Я шла по улице по направлению к спортзалу и услышала странный звук. Я посмотрела налево и увидела совсем низко, прямо над крышами, самолет. Мне показалось, что из хвостовой части у него вырывается столб огня. Я смогла разглядеть на обшивке название авиакомпании, как на картинке, а потом он врезался в землю. Затем я услышала очень громкий гул самолета. Он слышался очень низко. Я даже пригнулась, стоя на кухне, настолько он был низко. Когда он приближался, было видно, как дрожит воздух. Гул был очень громкий, а потом произошел сильный взрыв. И повсюду услышались хлопки. Я подумала, это бомба. Но увидела, как этот горящий лайнер врезался в дом прямо у меня перед глазами. Я все еще в пижаме пошла в ванную, а моя дочь ворчала, что я собираюсь очень медленно. Это было похоже на землетрясение. Весь дом задрожал. Свет замигал, повсюду посыпались обломки. Мы выглянули из ванной. Передней части дома не было. Основная часть аэробуса упала на 4 дома в самом центре полуострова, после чего моментально загорелись еще 7 домов. 5 человек на земле и 260 пассажиров, включая экипаж, мгновенно погибли. Это была вторая по величине авиакатастрофа в истории Америки. Любительская съемка. Бель-Харбор, Нью-Йорк. 12 ноября 2001 год. Мы побежали. Я кричала, что в доме мой муж. Мы не сознавали, что случилось, но, думаю, уже в тот момент я знала, что его больше нет. В душе я понимала, что из дома ему не выбраться. Помню, я посмотрела на руку, думая, что она горит. Так было жарко. Я побежала к выходу. Хозяйка дома была внизу. Она сказала, прыгай, возмори. Просто прыгай. Мимо пробегал сосед, живущий через дорогу. Я прыгнула и упала на него. Он смягчив мое падение и побежал через улицу к своему дому. У меня в голове творился полный хаос. Я подумала, может быть, теперь повсюду с неба будут падать самолеты. Мой мозг работал как камера. Он четко запечатлевал то, что творилось вокруг. Думаю, все были просто шокированы. Вы не знаете, что случилось? Самолет разбился. Где? Вон там, за домами. Вокруг стоял гул. Все дома пылали. Люди кричали и плакали, и все куда-то бежали. Но все это тонуло в низком гуле, потому что происходящее напоминало замедленную съемку. Многие жители помогали пожарным протягивать шланги. Здесь собрались все пожарные и полицейские города. Казалось, что горит весь квартал. Девять, десять домов были охвачены огнем. Я думала, что кто-нибудь может остаться в живых. Я помню, что самолет падал довольно медленно. Он как будто планировал вниз. Поэтому у меня возникла мысль, что кто-нибудь должен уцелеть, что мы можем кому-нибудь помочь. 46 человек было отправлено в больницу с незначительными повреждениями. Но пожарные напрасно надеялись найти живых на месте падения самолета. Когда пожары прекратились, первое, что мы осознали, что мы ходим практически по телам. И мы начали накрывать их, когда видели, что это тело. Берни Хирон позже узнает, что один из лучших друзей его погибшего сына лежал на мостовой прямо у него под ногами. Люди выносили из своих домов простыни и покрывала, чтобы придать достойный вид погибшим. После того, как все было закончено, оглядевшись вокруг, мы бы увидели сплошные одеяла, покрывало и простыни. Вокруг почти некуда было наступить. Людские тела лежали на газонах, тротуарах, на ступенях домов. Стоял ужасный запах. Это был запах горящего человеческого тела. Запах смерти. Тем временем, весть о катастрофе быстро дошла до Вашингтон-Хэйтс, доминиканского района в пригороде Нью-Йорка, где жили многие из пассажиров. Я услышала, как по радио говорили, что эта трагедия сильно повлияет на доминиканскую общину. И я подумала, Боже, это же рейс Рубана. Моя сестра летела вместе с мужем, двумя детьми и свекром. То есть, вся семья была на этом самолете. Санто-Доминго никто мне об этом не говорил. Я почувствовала боль вот здесь, в груди, как будто холодок пробежал и дал мне понять, что мой муж был там. Вы знаете, это было... Это было ужасно. Моя сестра рассказывала мне, что по дороге в аэропорт мама сказала, мне холодно и как-то нехорошо. Также она рассказывала мне, что за день до этого мама не могла ни есть, ни спать. Затем я позвонил сестре, чтобы спросить, посадил ли она ее на самолет. И она сказала, да. Я сказал, что самолет упал. Потом начались рыдания и прочее. Мне придется ждать, когда я смогу поехать и забрать ее. Сраженные новостью друзья и родственники пассажиров рейса 587 собрались в аэропортах Джона Кеннеди и Санта-Доминго. Многие имели смутные представления о том, что с ними происходило в последующие дни и недели. Затем начался кошмар. Тогда он начался. В течение нескольких часов после катастрофы рейса 587 была развернута огромная компания по поддержке сотен семей, пострадавших в этой катастрофе. Даже 10 лет назад такого не было и в помине. Но в 1994 году авиакатастрофа в Питтсбурге все изменила. Еще раз сообщаем вам, что рейс 427, следующий из Чикаго до ОС Палм-Бич, штат Флорида, делающий посадку в Питтсбурге, штат Пенсильвания, потерпел крушение сегодня вечером. 8 сентября 1994 года пассажирский самолет американских авиариний потерял управление и упал в лес недалеко от Питтсбурга. Погибло 132 человека. Джанет утром полетела в Чикаго. Это была однодневная поездка по банковским делам. Она сказала, что вернется в 8. Но в 6 часов вечера она позвонила мне и сказала, что закончила пораньше и хочет вылететь более ранним рейсом. На самом деле, я вспоминаю, что наш разговор был довольно коротким, так как ей надо было бежать, чтобы успеть на самолет. Я все время звонил ему на мобильный. И вы знаете, что обычно говорят, когда набранный абонент недоступен. Но в подсознании крутится, что этот абонент погиб. Вы это знаете. И не хотите этого понимать. И не хотите этого слышать. Затем около полвторого зазвонил телефон. И человек сказал, что он сотрудник американских авиалиний. И сказал, я сожалею, но вынужден сообщить вам, что ваш муж, Том, был на самолете. Я просто сказала спасибо и повесила трубку. Это, кажется, называют скорбным воем. Катастрофа в Питтсбурге была последней среди многих подобных катастроф, которые с семьей погибших обошлись не лучшим образом. До того момента главной задачей было как можно быстрее выяснить причину катастрофы. В результате этого некоторые семьи были дезинформированы. Им не возвратили личные вещи пассажиров, а останки погибших были просто уничтожены. Более того, простым служащим авиалиний приходилось общаться с родными погибших, не имея в этом никакого опыта. Мне позвонили из американских авиалиний. Тон беседы был официальный. Они спросили, имею ли я какое-нибудь отношение к Джанет Стамос. Я сказал, да. Они ответили, мы сожалеем, что вынуждены вам сообщить, что она летела рейсом 427, который разбился. Они сказали, что перезвонят утром. Это все. Потом приходили люди и задавали множество вопросов, которые были необходимы для идентификации останков. Я дал им образцы волос, губную помаду и прочее. Все, что, по моему мнению, могло им помочь. Я не знаю тех, кто сообщил мне о его смерти. Я отдала записи стоматолога и спрашивала о его вещах у незнакомых мне людей. Все происходило как бы не со мной. Было очень тяжело принять то, что произошло. В какой-то степени сотрудники авиакомпании пытались оградить пострадавшие семьи от произошедшего ужаса. В действительности авиакатастрофа очень неприятная вещь, о которой не хочется ничего знать. К сожалению, после падения самолета может насчитываться более 6 тысяч фрагментов человеческих тел. Это не целые человеческие тела, а всего лишь фрагменты, оставшиеся после крушения. Многим даже непонятно, что это был самолет. Настолько сильным был удар. Вы должны понимать, что самолет ударился о землю на скорости 560 км в час. Это равносильно тому, если разбить стеклянную банку о землю, и она разлетится на тысячи осколков. Так и с людьми. В прошлом было предписано хоронить погибших, даже не спросив родственников о том, чего хотят они. Но усилия оградить родственников от этого ужаса часто заканчивались бестактностью авиакомпаний и усугубляли и без того тяжелую ситуацию. По ним прошла поминальная служба. Все было замечательно. Был поставлен мемориал, на котором написали все имена. Все прошло мирно и спокойно. Я заметил только два гроба перед мемориалом. На следующий день я позвонил своему координатору, и она сказала мне, что 38 гробов, в каждом из которых было от 180 до 270 килограммов останков, похоронили там за две недели до этого. Они похоронили их без чего-либо ведома. мы ходили по ним, хотя по могилам не ходят, но мы делали именно это. То, как распределились личными вещами пассажиров, кажется родственникам проявлением полного равнодушия. Личные вещи уничтожаются, их прессуют при помощи бульдозеров и вывозят на свалки. Предполагалось, что семьи никогда не захотят увидеть эти вещи. Но они захотели. Глубоко возмущенные таким отношением, скорбящие родственники, погибших в катастрофе в Питтсбурге, устроили митинг, обращаясь к Национальному комитету по безопасности транспорта, правительственной организации, ответственной за расследование авиакатастроф. Одно из требований, прозвучавших на митинге, было желание увидеть самолет, потому что это помогло бы поверить, что если близкие люди находились на этом самолете, они бы не смогли уцелеть. И с этого момента началось привыкание к этой мысли. Изначально комитет неохотно вступал в контакты с членами семей. В комитете мы настолько мало соприкасались с членами семей погибших, что никогда не задумывались об их проблемах. Комитет по безопасности транспорта всегда считался узконаправленной организацией. Поэтому впервые видя такую оппозицию, я распорядился, что семьи могут быть допущены на место аварии. Однако то, что предполагалось стать началом исцеления, превратилось в кошмар. Недалеко от склада стояли контейнеры, которые никто не догадался убрать. Они были заполнены тем, что осталось после катастрофы. Когда мы оказались на месте, некоторые заметили неподалеку контейнеры. И начались вопросы, что находится в этих контейнерах. Нашлось несколько желающих, которые принесли один контейнер и высыпали его содержимое на площадку. И мы стали тщательно его рассматривать. там были клюшки и мячи для гольфа, кошельки, кольца, несколько часов. Также там было 14 сумок с одеждой. так как стоял март месяц, все смерзлось. Также там были и фрагменты человеческих тел. В то время обломки крушения были ценны только тем, что среди них могли находиться важные улики для расследования катастрофы. И тогда даже мыслей не возникло о том, чтобы ответственно и с уважением подойти к вопросу о возвращении как останков, так и личных вещей погибших. как-никак они повреждены и абсолютно непонятно, почему люди хотят получить эти вещи обратно. На самом деле где-то 90-95% семей хотят получить все вещи до единой. Они не желают, чтобы их чистили или ремонтировали, они хотят получить их как есть. Организатор похорон отдал мне конверт с несколькими кольцами, которые носила моя жена. тогда они снова оказались дома. Из этого выпал бриллиант и они все были погнуты. Это принесло в дом силу катастрофы. Показало то, что она смогла покалечить даже такие вещи. Люди не понимают, что это может для кого-нибудь значить. Сейчас совершенно ясно, что возврат личных вещей очень важен для понимания всего ужаса того, что случилось с близкими людьми. Помню, был случай, когда семья увидела вещи. Отец хотел, чтобы их почистили, а мать сказала нет. Она когда-то стирала сыну эти вещи и хочет сама в последний раз постирать и убрать их. После катастрофы в Питтсбурге семьи очень возмутились поведением авиакомпании и властей. Затем им стало известно, что родственники погибших в других авиакатастрофах испытали то же самое. В 1995 году семьи объединились и выступили за лучшее обращение с родственниками погибших в будущих катастрофах. Правительство быстро создало комитет для пересмотра системы и написания нового закона. Но еще до того, как это случилось, произошла новая трагедия. Пока готовился этот закон, потерпел крушение самолет рейса 800 авиакомпании TWA. 17 июля 1996 года Boeing 747 рейс 800 совершал ночной полет из Нью-Йорка в Париж. Через 12 минут после вылета из аэропорта Кеннеди в результате взрыва самолет раскололся на две части, что повлекло за собой гибель всех 230 пассажиров и экипажа. Обращение с членами семей погибших после этой катастрофы стало последней каплей в чаши терпения. Я включил телевизор и попал на канал CNN. Там были сейчас известные всему миру кадры пожара на воде. Вот тогда и начался весь этот кошмар. жена и две дочери Джо Личнера должны были лететь этим самолетом. Не желая верить увиденному, он снова и снова лихорадочно набирал номер горячей линии авиакомпании ТВА, но так и не мог добиться ответа о судьбе своей семьи. Я представлял, как мои дети плавают в воде в спасательных жилетах и пытаются спастись или находятся в больнице серьезно ранены и хотел оказаться рядом с ними немедленно. Купив билет, Джо Личнер сам направился в аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке и вскоре оказался около отеля Ромада Плаза. Расположенный прямо около взлетной полосы аэропорта, отель превратился в специальный кризисный центр. Это была первая, хотя и неудачная, попытка создать центр оказания помощи семьям погибших. Я в кошмарных снах вижу отель, в котором все собрались после катастрофы рейса 800 ТВА. Это был очень старый отель, остро нуждавшийся в модернизации. Прямо посередине отеля находился бар, в котором стояло три или четыре телевизора. Тогда там еще не было никакой инфраструктуры, поэтому родственники истекались туда, где были телевизоры, то есть в бар. Вы попадали в совершенно другой мир. Там было настоящее столпотворение. Многие агентства и все от чистого сердца хотели помочь. Все брали ответственность, но никто ни за что не отвечал. То есть мы могли пойти в комитет по безопасности транспорта, и там нам скажут одно, в Красном Кресте другое, в полицейском департаменте Сафолка что-нибудь третье. Сотни людей рассказывали нам, как обстоят дела. Это сейчас выходит только один человек, ему задают вопрос, он их записывает, и на следующей встрече в восемь часов отвечает на них. Мало того, что они пережили такую трагедию и потеряли близких, так им еще приходилось разбираться в этой пуданице. Это их ужасно выматывало, и наконец ситуация достигла критической точки. В то время, как продолжалась операция по извлечению останков, родственники не почувствовали себя более осведомленными и начали сами направлять свои действия на создание быстрых и прочных товарищеских союзов. Между членами семей возникла абсолютная солидарность. Мы могли обсуждать такие вещи, о которых в обычной жизни никогда бы не заговорили. То есть обсуждали возвращение останков, состояние тел своих близких. Учитывая невнимательное обращение властей и авиалинии с пострадавшими семьями, люди, пережившие это в других катастрофах, предложили свою помощь. Среди инициаторов был Ганс и Фреймсон, который потерял дочь, когда советские истребители сбили рейс 007 корейской авиалинии. Когда я оказался в отеле Ромада, там было столпотворение. Там была зала, которую предполагалось использовать для общения с пострадавшими семьями. По ней туда-сюда бегали официальные лица и другие люди. А родственники здесь были как бы на заднем плане. на нашей первой встрече с авиакомпанией TWA и остальными организациями их представителям было предложено расположиться в комнатах наверху и составить список их размещения. Семьи разбить на группы и закрепить за ними определенные номера столов, а в группах попросить выбрать представителя, который будет общаться с властями. Джо Личнер стал делегатом от новой организации родственников. На данный момент в списках числится 71 пропавшей без вести, и мы должны быть абсолютно уверены, что все тела погибших достанут из воды. страдания семей, члены которых погибли при катастрофе самолета ТВА, усугублялись медленным протеканием процедуры идентификации. Равнодушные отношения властей делали обстановку еще хуже. В отеле Ромада решил прийти медицинский эксперт. На 35-мм пленке были сняты останки погибших, и после обеда эксперт собирался выводить эти снимки на большой экран в холле и просить людей опознать своих родных. В конце концов, человек, пострадавший в одной из предыдущих катастроф и приехавший, чтобы помогать нам, украл штепсельную вилку от кинопроектора. И, слава Богу, этот показ закончился так и не начавшись. Благодарю, Богу. С этого момента ситуация начала улучшаться, и все больше родственников было найдено и опознано. Меня тронули за плечо, и я поднялся наверх, где мне сообщили, что нашли и опознали мою жену Пэм. Где-то через три дня нашли мою восьмилетнюю дочь Кэти. Затем прошло довольно много времени, и наконец обнаружили мою десятилетнюю дочь Шэнон. Она застряла среди обломков самолета на дне океана. После этого появилось какое-то странное чувство облегчения, чувство радости, как ни странно это звучит. Но возвращение себе тел близких людей было само по себе уже победой. Джо Личнер получил некоторые личные вещи своей семьи. Это неодушевленные предметы, но они являются частью той катастрофы, которой погибла моя семья. Среди найденных вещей были их посадочные талоны на этот рейс. На них указано, что они сидели в 43-м ряду. Вы знаете, они насквозь пропахли самолетным топливом. еще были найдены несколько украшений, которые были на моей жене в момент катастрофы. украшения. Украшения браслет, который был на ней. На нем видны следы деформации при ударе об воду. поэтому можно хорошо представить, что произошло с человеческими телами. мне также вернули их паспорта, которые моей дочери получили всего лишь за 4 дня до полета. Печать по месту прибытия туда им так и не поставили. Люди, которых я уважаю и которых можно считать героями во всей этой истории, это сами родственники погибших. Именно они побывали в экстремальной ситуации и столкнулись с несправедливостью, но сумели с честью это выдержать. Именно они обратились к членам Конгресса и к сенаторам добились того, чтобы их услышал президент, услышал Комитет по безопасности транспорта и другие правительственные организации. Они способствовали началу этих перемен. В результате обращения, с которым столкнулись семьи пострадавших в катастрофе ТВА-800, процесс создания закона был ускорен. Ровно через 3 месяца после аварии 17 октября 1996 года тогдашний президент Билл Клинтон подписал акт о помощи семьям, пострадавшим в авиакатастрофах. Хочу выразить свою личную благодарность за потраченное время и усилия и истории, рассказанные мне родственниками погибших в авиакатастрофах. Они подсказали мне, что нужна специальная федеральная организация, которая будет отвечать за помощь семьям, перенесшим такие трагедии. родственники в конце концов получили то, чего добивались. Новый закон возложил ответственность на Комитет по безопасности транспорта и частично на авиакомпании и другие организации по оказанию необходимой помощи семьям и надлежащим обращении с останками погибших и их личными вещами. Я попросил не останавливаться на достигнутом и поблагодарил господина президента за подписание этого закона. Но он надернул меня и сказал, что это мы должны благодарить всех вас за ту огромную и тяжелую работу, которую вы проделали, думая о других. Я сказал, когда случаются такие трагедии, всегда хочется, чтобы в них можно было увидеть хоть что-нибудь хорошее. Влияние этого акта колоссально. Все внутренние и внешние авиалинии США были впоследствии вынуждены подчиниться этому закону и при катастрофе действовать в соответствии с ним. Сейчас в Евросоюзе также планируется введение этого закона. Но одно дело принять закон. Проверить его действия можно только тогда, когда случится катастрофа. Как это произошло в ноябре 2001 года, когда самолет американских авиариний, выполнявший рейс 587, упал в пригороде Нью-Йорка, что повлекло гибель 265 человек. Отношение к потерпевшим в катастрофах семьям изменилось от совершенно бесчувственного до душераздирающего. После падения рейса 587 появилась возможность испытать новый закон в действии, когда сотни растерянных доминиканских семей собрались в Нью-Йорке. Я не понимала, что происходит. Я не знала, был день или ночь, мне было все равно. Я как будто просто плыла по течению. Следуя официальному указу, в соответствии с законом о помощи пострадавшим семьям, проблемами этих семей занялся комитет по безопасности транспорта. Люди падали в обморок. Все были на взводе, очень эмоциональны. Можно понять, почему. Они пытались осмыслить одну из самых тяжелых трагедий, которая когда-либо могла произойти в их жизни. Узнать, что ваш родственник погиб, и то, что у вас даже нет его останков, и неизвестно, когда вы их получите, это было очень тяжело. Они хотели забрать останки и поехать домой. Это был главный вопрос, который их волновал. Вопрос о расследовании причин катастрофы, вопрос, кто мы, чем мы занимаемся, их не интересовал. Но стараясь выполнить это желание семьи получить останки своих родных, комитет должен быть уверен в точности идентификации. Комитет обратился за помощью к команде реагирования на катастрофа со смертельным исходом. Команда малоизвестная правительственная организация, в которую входят сотни судебных экспертов, имеющих дело с большинством катастроф. Следует считаться с горем родственников, и пытаясь помочь им, надо проявлять сострадание и заботу. Нам все же нужно быть внимательными в своей работе, особенно метэкспертом на месте события. Это просто необходимо. Десять или пятнадцать человек пришли к нашему дому разбирать завалы из вещей пассажиров. В полутора метрах от нашего дома упала часть корпуса самолета с капитанским креслом и бортовым журналом. Я видела все, что только можно представить. Душевые занавески, стиральные машины, чемоданы, ботинки, сотовые телефоны, совершенно новые джинсы. Ужасно видеть, насколько обугленные и покорежены были некоторые вещи, а другие были почти в отличном состоянии. Там были сотни мешков. Для различных вещей был свой мешок. Был мешок для украшений, мешок для одежды, мешок для частей и тела. Они поднимали их. Это было похоже на желеобразные куски мяса, понимаете? Их складывали в красный мешок. Но даже когда все останки и вещи были собраны и изучены, полную идентификацию можно было произвести только при сопоставлении имеющейся информации о ДНК. Для этих целей довольно далеко от аэропорта в Центральном Манхэттене был организован хорошо оборудованный Центр помощи семьям. Нам сказали ехать в Центр Джевиц, где будет происходить опознание моего мужа. Мы находились там несколько часов. У моих детей взяли образцы ДНК. При опросе пострадавших семей надо постоянно помнить, что это не допрос. Поэтому мы искали высококвалифицированных людей, которые умеют разговаривать с людьми в критических ситуациях и состоянии горя. И обнаружили, что люди, занимающиеся похоронами и имеющие какое-нибудь отношение к похоронной деятельности, становятся лучшими собеседниками. Мы заполнили анкеты, необходимые для опознания наших родственников. в моем случае у нас с сестрой взяли образцы ДНК. У меня была стоматологическая карта моей матери. Мы поясняли информацию о человеке, его вес, рост, стиль прически, растительность на лице. Все возможное, вплоть до того, примыкали ликшеи мочки ушей. Затем переходили к одежде, в которую человек был одет. они спрашивали, во что в тот день была одета моя сестра. Затем они записали это. Около 80 вопросов. И другие признаки для опознания. Был ли у них пирсинг или татуировки где-нибудь. Все это могло помочь нам при опознании. Но даже такая усовершенствованная более человечная процедура казалась родственникам очень медленной. Местные власти предложили свою помощь и поддержку пострадавшим в катастрофе рейса 587. Что касается останков, мы не можем ждать еще неделю, пока их привезут. И что же они нам отдадут? Самое тяжелое во всей этой ситуации это опознание тел. Мы все через это прошли. И нам это знакомо после террористической атаки на всемирный торговый центр. Здесь у нас есть тела, есть останки, которые можно идентифицировать. Но на то, чтобы определить, ваш ли это муж, нужно время. Напряженное ожидание могла смягчить поминальная служба, последовавшая сразу за посещением место аварии. Теперь это стандартная практика. Она могла помочь семьям немного оправиться от навалившегося на них горя. Когда на место катастрофы привезли людей, вокруг в пределах пяти кварталов все было разрушено. Я ходила там и не могла этому поверить. Я не могла в это поверить. когда я зажгла свечи святому Рамону и святому Апарисио, которые помогают обрести пропавшее, подсвечник под свечой раскололся. Я не успел от него отойти, когда моя заловка позвонила мне и сказала, что его тело найдено. Медленно, но верно, как только находили и опознавали чье-нибудь тело, об этом сообщалось с родственником. Мы все ждали и ждали, когда можно будет организовать поминальную службу. После трагедии прошло уже почти 12 дней, когда наконец мы получили новости из полиции. Моя мать была в шоке. Она как будто бы пыталась еще раз примириться с реальностью. мы ждали его так долго. И сейчас хотим действительно проститься с ним. я проснулась очень рано, так как не хотела опоздать на траурную церемонию, ведь там я должна была встретиться со своим мужем. После возвращения останков родственникам американские авиалинии организовали поминальные службы по погибшим. Комитет по безопасности транспорта признает, что институт помощи пострадавшим семьям все еще развивается. Одну родственницу после катастрофы рейса 587 в самолете обратно на остров посадили на то же самое место, на котором летела ее погибшая сестра. В другом случае канцелярская ошибка привела к тому, что семья получила не те останки. Почти две недели спустя Оливия Артист наконец-то смогла похоронить своего мужа и его брата в их родном городе Бони в Доминиканской республике. Я не могла понять, что все те люди пришли ко мне, потому что моего мужа больше не было в живых. В городе, где я прожила уже долгое время и с которым было связано столько воспоминаний о моем муже. Многие пришли, чтобы разделить со мной мою боль. Я не могла понять этого. Это было ужасно. Субтитры создавал DimaTorzok Три недели спустя после катастрофы рейса 587 Комитет по безопасности транспорта и многие другие организации вернулись домой. У жителей Бель-Харбора также начался долгий процесс восстановления от пережитого. Я поговорила с детьми, и мы решили вернуться на то же место и выстроить наш дом снова. Потому что именно там мы хотели жить вместе всей семьей до самой старости. Мне приснился сон, как будто бы какой-то ребенок приходит ко мне в спальню после катастрофы и ищет свою маму. Почти каждую ночь я просыпаюсь и иду на кухню. Я думаю обо всех тех людях, которые здесь погибли, и о детях, которые были среди них. Это случилось прямо у меня во дворе, и я не могу об этом просто забыть. Учитывая американский опыт, за последние годы Великобритания также усовершенствовала эту процедуру. Сегодня закон предписывает участие в этом авиалинии полиции, департамента транспорта и Министерства внутренних дел. Действенность этого будет проверена на следующей крупной авиакатастрофе. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok